МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире программа «Международная панорама». И сегодня мы будем говорить о спорте. Спорт уже давно стал большой политикой. И особенно в преддверии крупных спортивных событий эта тема не сходит со страниц газет, журналов и телевидения. Мы проводим нашу программу в преддверии Лондонской Олимпиады. У нас в гостях Николай Долгополов, заместитель главного редактора «Российской газеты», человек, который много-много лет занимается этой проблемой. Первый вопрос очень простой. Вообще, чем отличается Олимпиада, Олимпийские игры от других аналогичного уровня больших, крупных спортивных состязаний? Если мы возьмем летнюю Олимпиаду, то ничто в мире, я подчеркиваю, ничто, даже могучая сессия ООН не может сравниться с Олимпийскими играми по количеству участников. Приезжают десятки тысяч людей. Масса участников. Одних пишущих журналистов, аккредитованных, 6 тысяч. За каждое место аккредитованного журналиста ведется настоящий бой. Попасть туда журналисту – это то же самое, что попасть на Олимпийские игры спортсмену. Очень тяжело, очень сложно. И вы знаете, вот дело того стоит. Потому что никогда ты не испытываешь такого творческого, энергетического подъема, как на Олимпийских играх. Когда ты садишься на трибуну, и перед тобой проходят флаги, они идут такой чередой, и в течение часа, часа сорока, участвуют 200 стран. И ты смотришь на эту пестроту людей, народов, цвета кожи, одежды. Ты понимаешь, что ты все-таки не зря живешь. Это праздник. То есть это праздник, но какой? Без слез и глазами. Но это политический праздник. И знаете, конечно же, в данном случае Олимпиада хотел того наш уважаемый барон, француз Пьердо Кубертен, и не хотел. Он говорил, что спорт вне политики. Но, конечно, это стало чисто политическим событием. И теперь любая страна мира, я подчеркиваю, любая, даже ту, которую мы и не слышали, какие есть тоже страны, она стремится попасть на Олимпиаду и завоевать какое-то место, медаль. А уж попасть в таблицу неофициального командного зачета – это гордость. И вы знаете, если там раньше, может быть, считалась страна по престижу, вот там ВВП такой-то, она первая в мире, то сейчас многие страны ранжируют себя, смотрят на себя, рассматриваются другими по количеству золотых, я подчеркиваю, золотых выигранных медалей. И вот, может быть, в этом не все равно направлено. Может быть, это и хорошо, что в какой-то момент страны перестанут конкурировать в экономике, прекратятся войны. По уставу Олимпийского комитета во время Олимпиады всяческие войны, как и во время древних Олимпиад, запрещены. Ну, конечно, идут какие-то мелкие локальные конфликты. Знаете, даже они как-то заглушаются. Потому что вот эту великую спортивную летопись, которую мы же и пишем, и мы и смотрим, мы ее наблюдаем, мы за нее болеем, вот она идет на наших глазах. Вот вы были на Пекинской Олимпиаде, да? Был, конечно. Вот как раз в тот период, когда начиналась Олимпиада, начались события в Грузии. И есть информация о том, что грузинская команда спортивная хотела выйти вот на этот Олимпийский парад, на круг со своим знаменем, с майками Stop War, то есть остановить войну, как бы определяя главного агрессора Россию. Может быть, надеялись, что это привлечет еще больше внимания. Но тут я должен сказать, что планы Саакашвили были полностью сорваны. И, знаете, я сам был свидетелем тому, потому что, во-первых, открытие прошло очень спокойно, без всяких вот этих эксцессов. Но я вам скажу то, что я видел своими глазами. Вообще у нас очень хорошее отношение с грузинскими спортсменами. Вот как вам это не покажется странно? Нет, не покажется странно. У нас вообще с Грузией и с народом очень хорошее отношение. У меня хорошее отношение с грузинскими журналистами. Даже больше вам скажу, когда меня избирает международная организация, они ко мне так подходят и шепотом говорят, Николай, мы будем обязательно за тебя голосовать. Жмут мне руку, голосуют. И потом мы так... Я вот что хочу спросить. Мы сейчас поговорим о Лондонской Олимпиаде, о особенностях. Вот из всех Олимпиад, на которых вы были, участвовали, принимали активное участие, либо просто были наблюдателем. Какая вам больше всего запомнилась по своему масштабу, по своему внутреннему содержанию, по итогам? Я, наверное, не буду оригинален. Я москвич коренной. Да. Олимпиада 80-го года. 22-е летние Олимпийские игры 1980-го года проходили в Москве, столице СССР, с 19 июля по 3 августа. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые игры, проведенные в социалистической стране. Игры известны тем, что более 50 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из стран, бойкотировавших игры, все же приехали в Москву и выступали под Олимпийским флагом. Всего в Московской Олимпиаде приняли участие спортсмены из 80 стран. 22-я летняя Олимпиада оказалась необычайно щедрой на высокие достижения. За 14 дней соревнований спортсмены, представляющие все 5 континентов, установили 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Золотых наград в Москве добились атлеты из 25 стран. Представители 36 государств стали призерами игр. Более половины всех золотых наград завоевали спортсмены СССР. 80 медалей и ГДР 47 наград. Это были вторые мои Олимпийские игры, на которых я был аккредитован. Я тогда работал молодым относительно корреспондентом газеты «Комсомольская правда». До этого я уже бывал на Олимпиаде, я был в Монреале в 1976 году. Но то, что устроила Москва, это был праздник, вы знаете, настоящий хороший праздник. Пусть на него не приехали многие команды из этого бойкота, который там Картер наложил. Это было прекрасное зрелище. И вы понимаете, вот даже то, что у нас сейчас есть, спортивные сооружения, какие-то дороги относительно сохранившиеся, старые отели, но они стоят еще, они действуют. Это все вот нам дала Московская Олимпиада. И вы знаете, вот тот дух единения и тот дух доброты, который царил в городе, меня он просто поражал. И вы знаете, я вот ехал в последнюю ночь, когда... Ну, с вами многие москвичи согласятся. Не знаю, когда я ехал в последнюю ночь, вот я вся ехал из Лужников, где-то уже, как говорится, последняя электричка, и все объявления были вот на английском и на русском. И вдруг на какой-то станции, видимо, отключили уже, да, все говорили на английском и на русском, я доехал до своей, до Маяковской, и уже станцию Маяковской объявили только на русском языке. И я так расстроился, вы знаете, ну, как-то мне... Да, закончилось. Закончилось. Вот я понял, что все закончено. И, знаете, вот мы журналисты, очень такие люди жесткие, и, может быть, даже... Жесткие, но немного сентиментальные все. Я бы сказал, все какие-то циничные иногда. Но когда, знаете, улетал Мишка, да, я вообще сидел, и сидел со своим другом, царство ему небесное, был великий журналист, погиб через три дня после Олимпиады, Алик Шумский, и мы заплакали оба, разревелись. Да, и сейчас, когда смотришь вот эти... Ну, так хорошо же он улетал. Прекрасно вообще, и как снято, и вообще сама идея отлета этого Мишкина потрясающая. Я спросил у Дербанрава недавно, как вы сделали хорошую песню какую. Он говорит, бывает, удалось. Все же из всех зарубежных Олимпиад, я хочу, конечно, отнести вот к последним, там, двухтысячных лет. Ну, начиная, например, там, вот Атланты, Сиднея, Афины, Пекин, хотя бы вот четыре. Ну, давайте, я скажу, Сидней. Это была, наверное, самая дружелюбная Олимпиада. Честь провести последнюю Олимпиаду 20-го столетия досталась австралийской столице. 27-е летние Олимпийские игры проводились в Сиднее с 15 сентября по 1 октября 2000 года. Тогда было разыграно 300 комплектов медалей в 28 видах спорта. В играх принимали участие представители 199 стран. Открылись 27-е игры на Олимпийском стадионе Сиднее. В самом большом спортивном объекте в истории этих состязаний он вмещает 110 тысяч зрителей. Вся художественная часть праздника была посвящена национальным традициям и истории зеленого континента. Аборигены, бумеранги, Джеймс Кук с его открытием восточного побережья, первые поселенцы-каторжники, начало промышленного производства, золотые прииски, море и, конечно, животные, обитающие здесь, кенгуру, мишки, куалла, страусы. Красочное музыкальное представление сопровождалось удивительными техническими эффектами. Чемпионами 27-х игр в Сиднее стали представители 51 страны. А призерами спортсмены из 80 стран. В тройку лидеров вошли Соединенные Штаты Америки, у которых было 92 награды, 36 из которых золотые медали. На втором месте Российская Федерация, которая завоевала 89 наград, из них 32 золота. И третье место по количеству достижений досталось Китаю, у которого 58 медалей, среди которых 28 золотых. Потому что ты выходил в Сиднее, в центр города и спрашивал, как мне пройти? К тебе подбегало 20 человек, тебя за руки вели, тащили, показывали. Люди специально вот здесь, давайте я с вами пройду, не волнуйтесь, тут нас так запутано, тут движение другое. Давайте я вас посажу. Боже мой, чистота полная, дружелюбие. Очень понятный, спокойный и такой низко отличающийся от английского, австралийский английский. И люди, которые просто, знаете, я иду, возьмите мой маленький сувенир. Я говорю, да что вы, не новко. Это значок, ну просто прикрепите, мне будет приятно, что он у вас. Боже мой. Ну так редко где бывало. Знаете, вот еще мне очень понравилось, совершенно неожиданно. Я часто очень бывал до Олимпиады 2004 года, я бывал в Афинах. Ну так приходилось, я все время бывал. И я спорил, что невозможно подготовиться, потому что греки спали все время. Что-то там у них удавалось, не удавалось. То есть я был там за три недели, и я совершенно, так сказать, с полным основанием, вернувшись в родной город, написал, что Греция к Олимпиаде не готова. За три недели я там был. Я там провел неделю. Мы заседали, мы возмущались тем, что места для пресса не готовы. Я приехал накануне Олимпиады, и я думаю, боже мой, куда я приехал? Как они все это сделали? Почему? Как они успели? 28-летние Олимпийские игры 2004 года проводились в Афинах с 13 по 29 августа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 201 страны. Греческие Олимпийские игры посетило около 4 миллионов человек. По итогам летних Олимпийских игр 2004 года в тройку сильнейших стран мира вошли США с общим количеством наград 102, 36 из которых золото. На втором месте КНР сборная Китая в 2004 году привезла из Греции 63 медали, в их числе золотых 32. Россия в Афинах получила 92 награды, однако золотых из них было 27, поэтому Российская Федерация оказалась на третьем месте по общим результатам летних Олимпийских игр 2004. Хозяйка Олимпиады сборная Греции выиграла на домашних для себя играх 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых награды. Впервые золотые медали на Олимпиаде получили спортсмены Грузии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Китайского Тайбэя и Чили. И первую Олимпийскую награду вообще завоевал для своей страны представитель Парагвая. И вы знаете, это было здорово. Но что мне еще очень понравилось? До этого мы были, если уж мы берем Олимпиаду в 2000-х, до этого мы были на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. И там это было мучение, это были тяжелые игры, это были дальние переезды, это были очень суровые американцы. Это случилось после сентября 2001-2002 год. Нас заставляли снимать там ботинки. Если ты идешь со стаканом воды, тебя заставляли ее до конца выпить или выбросить. Ну масса всего. Иногда это было очень недружелюбно, я скажу. И вдруг я приезжаю в Афины, и даже не глядя на мою аккредитацию, вообще не к русским, по-моему, хорошо очень относятся, я на себе это чувствовал. Вы знаете, у меня было поразительно, когда в последние дни, так не бывало никогда на Олимпиадах, и не будет уже, конечно, они сняли вообще всю охрану с Олимпийских объектов. Потому что были настолько уверены, что не будет террористических актов, что просто мы проходили без всякой охраны, без всяких обысков. Наверное, вот энергетика уже преобладала, вот какой-то синергетический эффект. И знаете, что мне еще очень понравилось? Тоже понравился и Пекин. Ну, тяжело было в Пекине. Во всякие, я никогда, знаете, я так знаю языки, говорю на разных, но не на китайском, к сожалению. Я думаю, как я сейчас в Китае буду? Что там у меня будет, как-то меня там будут все спрашивать? Я ничего не смогу делать, я ничего не отмечу. Ну, во-первых, откуда-то появились люди, которые говорили плохо, но на таком корявом английском. Во-вторых, если ты не смог с кем-то объясниться, ты писал что-то на английском языке, примитивную фразу, стоял на остановке, специальный человек, он эту фразу читал, переводил толкователь, человеку, который знал, куда ехать, куда идти. И тебя препровождали, прямо засаживали в такси, писали это на китайском языке. Это было потрясающе. Знаете, еще самая дешевая, конечно, была Олимпиада, не то, что такой, знаете, жадный или жлоб, но, знаете, в любой конец города нельзя было потратить на такси больше 4 долларов, представляете? Это Пекин. Пекин. Огромнейший Пекин. 29-е летние Олимпийские игры проходили в Пекине, столице КНР, с 8 по 24 августа 2008 года. Тогда было разыграно 302 комплекта медалей в 28 видах спорта. Более 11 тысяч атлетов из 204 стран мира собрались в Пекине, чтобы побороться за Олимпийские награды. Самой многочисленной командой являлась сборная Китая, 639 человек. В соревнованиях впервые принимали участие сборную трех стран Маршаловых островов, Черногории и Тувалу. Тройка олимпийских стран-лидеров 2008 года выглядит следующим образом. Первое место по количеству наград заняла сборная Китая. КНР получила 100 медалей, из которых 51 золотая. На втором месте США с результатом 110 медалей, однако золотых среди них меньше, чем у Китая, всего 36. На третьем месте Российская Федерация, у которой было 73 награды, в их числе 23 золотые. Лондонская Олимпиада Вот мы сейчас готовимся к Лондону. Он уже вот-вот все в ожидании этого грандиозного открытия, которое держится в секрете. И никто не знает, что же там будет. Есть какое-то принципиальное отличие Лондонской Олимпиады и с той информацией, которую мы обладаем, по сравнению с теми, которые были? Вы знаете, мне кажется, что это будет хорошо организованная, во-первых, суровая, во-вторых, Олимпиада, в которой нам предстоит доказывать, в очередной раз, но очень серьезно я бы сказал, что мы по-прежнему входим в тройку мировых держав, спортивных, я подчеркиваю. И здесь опять мы должны обратиться к политике. Вы знаете, не будем такими людьми, которые себя хвалят и гладят по головке. Где еще, в каких отраслях человеческие деятельности, кроме, возможно, балета и, кроме, возможно, цирка, мы удержались на этих передовых позициях? Космос? Космос. Особенно сейчас, в последние дни. Космос важнее балета, мне кажется. Космос важнее, да. Ну, может быть, наверное, да, где-то мы тоже в тройке, скажем. Я бы сказал, еще ядерная физика. Ядерная физика. Наверное, хочется верить. Вы знаете, ну вот из таких вот вещей, которые близки и понятны всем, мы в спорте по-прежнему близки. Но вот это вот по-прежнему близки к тройке или в тройке, это каждый год, каждый год, каждые четыре года нам приходится доказывать, что мы еще здесь. И вот сейчас пришел час очередного доказательства. Мы еще здесь, мы еще с вами. Мы в летних видах спорта, подчеркиваю, в летних, по-прежнему настолько сильны, настолько сильны, что мы даже будем бороться, даже будем бороться за третье место. С Англией, с Францией, с Германией, с Японией. Мне кажется, что мы сами себя, сами себя сейчас загоняем в некий угол. То есть ставим некую задачу, определяем некие цели, ориентиры, направления. И сами говорим, что если вот мы не достигнем этого, то мы тогда ущербная страна. Ведь, ну смотрите, давайте вот просто поговорим о реалиях. Есть множество прекрасных стран, богатых, процветающих, политически стабильных, которые не претендуют на медали, не разбивают в кровь руки для того, чтобы там выкарабкаться на третье или на четвертое. Потому что это вообще неправильная сентенция, политика, вектор нашего мышления, когда мы говорим, что мы должны. Ну вот мы были действительно, вот у меня есть цифры, да, в 96-й год Атланта мы вторые, после Соединенных Штатов Америки. В 2000-й год Россия вторая, это в Сиднее. В Афинах мы третий, после США и Китая. И в Пекине Китай, США и Россия. Да, приятно, конечно, на это смотреть. Но не надо ли нам все же сказать самим себе, ну а если мы будем четвертой или пятой, ну и что? В России нет. Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Потому что это тот вектор мирового развития, который показывает, где мы вообще. Потому что спорт, это, так сказать, не чисто такая эстетическая или чисто физическая дисциплина. Это отражение сути, творящейся в обществе. Спорт – это в определенной степени здоровье. Это показ медико-биологической потенции страны. Это показ баз страны. Это показ инфраструктуры страны, особенно если ты приглашаешь к себе игры. Это стало, я бы сказал, критерием развития не государства даже, а державы. И если мы хотим и числим себя по-прежнему в больших державах, отбросив наши империалистические замашки, которые, возможно, и мне некоторым образом свойственны, я думаю, что нам обязательно надо, надо, подчеркиваю, стремиться быть там, наверху. Четвертое место – это не наше место. Не наше. Пока еще не наше. И я уверен, что у нас есть все шансы, чтобы быть третьими. Почему тогда не замахнуться на первое? Вы знаете, почему не замахнуться на первое? Потому что есть одна такая страна под названием Китайская Народная Республика, которая наш замах обрубила. И когда я был в 2008 году, я понял, что мы отстали от Китая в области спорта безбожно. Просто безбожно. И, пожалуй, я не вижу возможности, я говорю именно о Китае, не о США, догнать эту страну по той потенциальной мощи, которая содержится в китайских спортсменах. Вы понимаете, это уже стало, может, притчей во языцах, но, тем не менее, Китай, как в свое время ГДР, выдвинулся в первые страны мира и благодаря спорту. ГДР только благодаря спорту, а Китай только и только благодаря спорту. Вы понимаете, мне кажется, что сейчас настал вот такой час, когда в этом спортсмене, бегущем, проливающем пот, стирающем там мозоли кровяные натирающим, который там рвет ржело из себя. Вот это и образ, извините меня, и нашей страны, которая из последних своих сил рвется выше. Мы еще сильны, мы еще можем, мы хотим, мы должны доказать. И кажется мне, вот кажется мне, я не уверен, что это так, это будет тест большой в городе Лондоне, что пришло новое поколение спортсменов. Вот мы были в 2004 году, это еще были, так сказать, советские спортсмены, которые нам добывали все свои медали. Значит, в 2008 это было уже такое перепутье, новое поколение пришло. А сейчас это то поколение уже, новое, российское чисто поколение, средний возраст команды, 27-20-х года. Вот что говорит Александр Жуков, президент Олимпийского комитета России, он говорит, что мы планируем завоевать на Лондонской Олимпиаде 25 золотых медалей. Вот это реально или нет вообще? Вы знаете, вот мы со Садмичем последние несколько дней встречаемся все время, встречались 3-го числа, встречались 10-го. Да, он говорит, вот такие цифры называет, и Виталий Мутко, министр спорта, тоже их называет. Вы знаете, я считаю, что цифра реальная, но у меня более такой, может быть, гибкий, извините, прогноз 20-27. И я думаю, что эта цифра для меня реальная, например. Я не знаю, может кто-то скажет, что мы слишком с Жуковым большие оптимисты, но это по силам. Понимаете, это реально по силам. Вот это выверенный такой прогноз, может быть, его, так сказать, так растянуть, вот 20-27, там 19-28, даже так может быть. И если мы берем 27 медалей, то мы, в принципе, уверенно, так сказать, остаемся на третьем месте. И я вижу людей, которые это могут сделать. Существует вот такая система, скажем, предолимпийской конкурентной методики, и по-другому трудно сказать, а что они занимаются спецслужбы? Не знаю, может занимаются, может нет, но эта информация периодически попадается в пресс. Вот наш какой-то спортсмен, я говорю даже не об этой Олимпиаде, а о многих других незимних Олимпиадах. Это типичный случай. На допинг скандалов вдруг проверили, и его дисквалифицируют. Существует это все или нет? Вы знаете, я, во-первых, не ищу всемирного заговора, этого нет. Но есть определенные тенденции, которые повторяются на протяжении, ну, скажем так, моих 30-35 лет, вот тех лет, которые я, так сказать, вплотную занимаюсь спортивной журналистикой. Но я скажу, что и в 1976 году это было, например, когда Борзову вдруг сказали, что в него будет стрелять. Он жил в Монреале, ему позвонили, он был чемпионом Мюнхена на стометровке, белый спортсмен, единственный с тех пор. И ему сказали, что в него будет стрелять. Ну, как вот после этого он мог выйти? То есть, психологически все. Или, допустим, выходят люди... А в результате он выиграл? Нет, нет, он не выиграл. Он не должен был выиграть, уже был спад, ну, он занял третье место, достаточно хорошо выступил, но все это было ужасное удар. Или возьмем, вот знаете, ну, вот 2002 год, год Salt Lake City. Все знали, что российские лыжники и лыжницы особенно самые сильные в мире. Там можно было выставить две команды, а можно было три, выставили одну. Я вот смотрю, это было такое солдатское, Soldiers Valley, и смотрю вдруг в бинокль и вижу, что у нас какой-то команды нету. Я говорю, что такое, что-то я думаю, боже мой, что-то уже я... Опять смотрю в бинокль, даю его знакомому немцу, немец говорит, нету вашей команды. Оказалось, что за час, до начала старта, за час, двоих спортсменов ведущих сняли соревнования, потому что у них обнаружили допинг. Допинг обнаружили давно, но если бы сказали, то и Данилину, и Лазутину, их можно было бы заменить. А тут сказали, так поздно, уже нельзя было заменить, все. Потом ничего, потом они были исклифицированы. Или вы знаете, вот для меня... Нет, ну потом же можно... Это уже все потом, все ушло. Спорт это мгновенное дело. Это вообще бандитизм такой. Это, в общем-то, серьезный удар по престижу страны. Или еще образ. Нет, но если бы они сказали раньше, мы бы заменили. Конечно, конечно. А на вопрос, почему вообще нет ответа? Потому. А, потому, да. Или вот, знаете, для меня тоже была очень интересная, так сказать, такая ситуация. Скажем так, за несколько дней до начала игр, уже в Пекине, я очень люблю легкую атлетику. И даже являюсь членом Международной комиссии, Международной ассоциации легкой атлетики, мировой, и так разбираюсь в этом, нескромно, ради бога, простите. И вдруг восемь наших девчонок, восемь, снимают соревнований. Это на какой Олимпиаде? Сейчас только что на 29-х летних Олимпийских играх в Пекине. Почему? Вот допинг. Вот у них там не так не совпадает кровь, вот там подмена самплс, подмена образцов. Ну, понятно, да. В общем-то, я понимаю, в чем их обвиняют. Но почему их обвинили уже после того, как заявка была составлена? Уже после того, как эти спортсменки были в тренировочном лагере и вот-вот должны были вылететь туда? Почему нельзя было сделать этого раньше, если потом в ответ на мои вопросы, почему их дисквалифицировали, мне сказали, а мы за ними следили четыре года. Я говорю, а почему тогда вы сказали это за восемь дней до Олимпиады? Ну, понимаете, то есть уже нельзя было ни заменить, ни подготовить, ни снять. Тогда у меня законный вопрос, а почему мы не входим в эти какие-то управленческие структуры и не влияем? Там должны быть, наверное, наши какие-то специально обученные люди, которые то же самое должны делать по отношению к нам. Абсолютно законный вопрос. Вы знаете, наша страна, когда распался Советский Союз, потеряла множество мест в международных спортивных федерациях. Все решает Международная спортивная федерация. Международная. Я являюсь вице-президентом самой, может быть, незначительной федерации международной, в которую входит 146 стран. Международная ассоциация спортивной прессы. Вот она, скажем, определяет количество журналистов, вернее, подтверждает, которые получают аккоритацию на игры. И когда мы ушли и рассыпались, наш пост в АИПС, так называется, остался вакантным. И мы были восемь лет вообще без всего. И только потом, только потом, с трудом я стал членом исполкома этого суда. И знаете, и благодаря активности наших ребят, которые вместе со мной работают, россиян в этой организации, мы сохранили то же количество пишущих, я подчеркиваю, пишущих журналистов, которое было при СССР. Нас 99 человек едет на игры. Это очень много. То есть 100 журналистов, пишущих, 256 телевизионных и так далее, и так далее. Но я говорю про тех, которые именно будут писать. Это борьба дикая за каждое место. Что я вообще, какие я перечипываю вообще? Я был аккредитован на афинские игры. Но это же было непросто. Да, непросто. Это было непросто, понимаете? Потому что каждый раз возникает борьба. Вот сейчас в Лондон было 300 заявок. Из них столбуют в Рену. То есть каждый третий... Это от нас. От России. От России. Понимаете? Вот все. Это очень интересно. Вообще вот все же... То же самое, что... Вот, допустим, возьмем легкую атлетику. Слава Богу, у нас есть очень сильный человек, Валентин Балахничев. Он сейчас стал казначеем международной этой организации легкой атлетики федерации. Ну, надеюсь, не будет больше неожиданностей. Вот неожиданностей должно быть, я скажу так, стучу, должно быть меньше. Особенно мне было интересно... Я же работал мальчишкой еще, когда студентом. Я работал переводчиком сборных команд. И ездил с ними по миру. И когда приезжали, допустим, американцы, я был переводчиком американцев и все равно общался со своими. И вот тогда были интересные спортсмены. Ну, вы знаете, это были люди... Я не знаю, кто их так воспитывал, но они были железные, понимаете, просто. У человека травма. Там, не знаю, там нога отрывается. Ну, тогда вообще было важно, так сказать, перед игрой провести комсомольское собрание. Они с удовольствием это делали. Да, поручение. Помните, у нас говорят, там, чемпион мира, комсгруппорг, свои команды. А знаете, кто был комсоргами? Комсоргами всегда были лучшие спортсмены. Лучшие спортсмены. А знаете почему? Потому что они были уже такие старички испытанные. Они всех давили. Тот, кто говорит, да может мы не выиграем, давай третье место. Да что? Они их убивали без тренера в раздевалке. Можно было по носу получить. Понимаете? Сейчас. Сейчас стала публика, во-первых, что я должен сказать, гораздо интеллигентнее. Вы знаете, вот если бы сейчас вот любого почти спортсмена посадили бы к нам третьим, третьим будет, да? Он бы не испортил наши беседы. Он также с нами бы, на нашем с вами языке. Масса людей, спортсменов, к моему удивлению, говорят хорошо очень на языках. Да, и перед камерой все держат великолепно. Перед камерой великолепно. Что исчезло? И я об этом говорил вот сейчас, выступая на коллегии Министерства спорта и на Объединенной коллегии Олимпийского комитета России на исполкоме. Я сказал, знаете, у меня одна просьба. Вот здесь вся руководитель федерации. Вот я прошу вас от имени журналистов, от имени тех мастодонтов, которые вот с вами последние там 40 лет идут, 35. Ну скажите, ради бога, своим спортсменам, чтобы они нам, журналистам, не говорили, я из этого проигрыша трагедию не делаю. Мы вам ничего не должны. И третье. Вы знаете, это не последнее мое соревнование. Пусть этого будет еще крупный коммерческий турнир, где я все восполню и все выиграю. Понимаете, вот появились такие люди. Вот это уже другой тип спортсмена. Вот наша команда сейчас, которая едет, очевидно, ты знаешь, знаком с кем-то. Со многим. Что это за команда? Это команда все же нового образца, такая, скажем, коммерциализованная, или все же это команда, вот прототип той старой нашей олимпийской? Не знаете, прототипов не будет больше. Не будет, да? Нет. Все-таки, ну, с чем-то надо прощаться. Нет, прототипов не будет. Знаете, действительно, там выходили люди. Это наш национальный дух. Есть, есть. Есть особенно, знаете, вот в боевых видах спорта, вот боксеры, совершенно бешеный борцовский дух, вот у ребят борцов. Да. Как ни странно, вы будете удивлены, какие-то фанатики нашей девчонки, которая занимается синхронным плаванием. Может быть, поэтому с 2000 года, когда синхронное плавание было включено в программу, ни одной, ни одной, я подчеркиваю, золотой медали не проиграли, не упустили. Я даже спрашиваю старшего тренера, свою такую знакомую, добрую Таню Покровскую. Таня, ну она Таня, моего возраста, Таня, я говорю, слушай, а как вообще они у тебя по 10 часов в день сидят в воде? Говорит, надо будет, они будут по 12 сидеть. Я говорю, почему? Они все сумасшедшие. Это подвиг. Они фанатки. Слушай, как они потом рожают? Рожают очень хороших, умненьких мальчиков. Мальчиков, обратите внимание. Если бы тебе, как писателю, как журналисту, довелось бы такой пантеон, такой, скажем, зал славы наших олимпийцев за весь период, я не знаю, с 80-го года, кого бы ты туда поместил? И рассказал бы ли ты вот что-то очень интересное об этих людях? Кто они? Все же это наша гордость, и об этом надо говорить сейчас в преддверии Олимпиады, потому что для молодежи очень важно. Значит, я бы поместил туда, ну, из, скажем, летников, я бы поместил Игоря Террова-Несяна, который участвовал на пяти олимпиаде. Да, он жив. Он жив, ему 74 года, мы встречаемся. Он сейчас увлекся живописью, кстати, стал устраивать свою персональную выставку. Передайте привет. Передам обязательно Игору Арамовичу, это мой товарищ хороший. Он сейчас, может быть, не так активно работает, но помогает. Я бы обязательно включил в этот список великую Ирину Роднину. Я бы включил своего друга, не побоюсь ни на разницу, сказать, забудем, плюнем, Женю Плющенко. Ну, понимаете, он идет на четвертый цикл. Боже мой, как? Когда я вижу его ноги, я говорю, Женя, как можно с такими ногами вот это все делать, что ты делаешь? Он же сейчас хочет в Сочи выступать. Он выиграл первенство Европы. Да, но это невероятно, кстати, вернуться сложно. Я говорю, как вообще? В третий раз. Ему снова сделали операцию. А из легкой атлетов? Из легкой атлетов. Я сказал, что вот Игорь Арамович. Знаете, у меня очень такие хорошие отношения, как я считаю, с Леной Исенбаевой. Я к ней ездил и в Монако, и потом в Париж ездил. Вот она великая спортсменка. По-настоящему великая. И если сейчас она возьмет свое третье золото, это четвертая Олимпиада, то она будет для меня героиней. Но все же, пусть на меня не обижаются другие люди, я назову еще одну фамилию. Это Татьяна Лебедева. Полковник Советской Армии, да, Красной Армии. Я шучу, настоящий полковник. Красивая молодая женщина по жизни. А для спортсменки ей 35 лет, это уже очень много. Вы знаете, у нее на ноге, на Толчковой, нету живого места. Нога вся изрезана. Она родила вторую дочку сейчас. Я ей все время звоню. В каком виде? Она прыгает, она олимпийская чемпионка, она в длину прыгает и тройным. И чемпионка мира, и последняя она тоже взяла медали. И потом она ушла, потому что она рожала, она делала операции. И я как-то, ну так, перезваниваться надо. Я говорю, Тань, ну как вот у вас там, у тебя? Она сейчас закончила дипломатическую академию. Она вице-президент нашей Всероссийской ассоциации легкой атлетики. Представляете, что это такое? Вот. И как дела? Да ничего, я сейчас тренируюсь. И у меня там трубка упала. Как? Как тренируешься? Ведь у тебя же была такая операция, после которой тебе говорят, что ты ходить вообще будешь, не будешь. Уже это пятая или шестая. Я хочу попасть на Олимпиаду. Я говорю, Тань, ну вот, хорошо, все. Ну как-то так, закончили. Я смотрю телевизор. Боже мой, да она на первенстве Союза России сейчас, только что, седьмого или шестого, по-моему, июля всех обыграла и попала в сборную. Как она это сделала? Я не могу это спросить. У меня нет сил ее спросить об этом. Это боль. Я бы все же в этот зал славы поместил еще Сергея Бубку. Вы спросите про российских спортсменов? Ну, все же он наш. Он наш. Наш, конечно. Сергей Назарович, это человек, который сейчас, если не вы в курсе, что он занимает огромный пост. Это вице-президент ИАФ, Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций. Он огромный занимает пост, а он вице-президент. Он президент Национального Олимпийского комитета Украины. Он член Международного Олимпийского комитета. И в то же время он остался хорошим парнем. Мы с ним по миру встречаемся. Выдающий спортсмен. 35 рекордов мира. Да, выдающий спортсмен. Вы знаете, в шесть раз, по-моему, боюсь собрать, или семь будет чемпионом мира. Но на Олимпиадах не везло жутко. Один раз все стал чемпионом. Помню, я без аккредитации приехал в 92-м году в город под названием Барселона. Распадался Советский Союз. Что-то трудно было все. Никто не занимался. Я просто приехал на свой Страхириск. Жил там у знакомой своей баронессы какой-то испанской. Она меня пустила в дом, ключи под ковриком. Я жил в дворце и ездил там, покупал билет. И писал в газету все равно. И вы знаете, я пришел в стадион, сегодня будет бог к чемпионам. А он не взял высоту. Я потом его спросил, а почему мы на вы? А почему вы не взяли? Он говорит, такой ветер был, жутко не везло. Я не везучий на Олимпиады. Вот так. Ну и конечно, я бы просто, если мы говорим о нашем зале, там обязательно должен быть Валерий Брумель. Ой, Валера. И я бы обязательно туда Мастеркову все же поместил. Светлана, конечно. И величайшую бегуню современности. И красивую женщину. Но величайшую бегуню, которая меняла дистанции, появлялась. А можно я вам расскажу интересную историю? Мы однажды с Мастерковой были, по-моему, в году 97 или 99 в Севирье. То есть уже после Атланты она была двукратно Липецкой чемпионкой. И она что-то на одну дистанцию пробежала хорошо и стала чемпионкой мира даже. Понимаете? Что было, ну и должна была быть. Как бы, да? Мы нагло так считали. И потом, я говорю, а почему вот вы ту дистанцию плохо пробежали? Ну, что-то, не помню, или 800, или 1500, что-то у нее не удалось. И она сидит и машинально вот так разбинтовывает ногу. И я говорю, а почему вы не пробежа и разбинтовывает? И она разбинтовала ногу. Я говорю, Светлана, извините, пожалуйста, у меня совершенно нетактический вопрос. Она говорит, ну, вы же не знали. Понимаете? То, что я увидел на ноге, ну, я бы, наверное, не пошел бы. Наверное, даже мужественный человек не пошел бы. Понимаете? А Карелин пошел. И трехкратный олимпийский чемпион. Вот ему место в этом зале. Саша Попов, знаете, пловец. Мой товарищ, уже многолетний, Володя Сальников, президент нашей федерации. И интеллигент питерский. Четырехкратный олимпийский чемпион. Вот он там достоин быть. Ну что вы, много людей очень нет. Да, много. Это здорово. Это хорошо, что у нас сейчас вот такой разговор. В преддверии... Вы извините меня за мой энтузиазм. Нет, это очень интересно. Я думаю, что как раз вот эти истории. Вот у нас Лондон. Лондон, Великобритания. 12 500 спортсменов-участников. 302 комплекта медалей. В 31 виде спорта. И вот настрой наш сегодня. Вот понятно, что мы все волнуемся, что состоялись различные заседания комитетов олимпийских. Вообще вот команда, когда едет на Олимпиаду, это что? Это какой-то внутренний настрой, это какой-то подъем. Очевидно, это внутренняя такая мощная духовная работа. Духовная работа сейчас, правда, немножечко, так сказать, она идет в каждой команде своя, по всем видам спорта. И вот эта работа, она идет теперь, можно сказать, по видам спорта. Потому что официальные проводы состоятся 21-го, 25-го будет подъем флага в Олимпийской деревне. Но многие команды уже там. Скажем так, 10 команд уже там в Англии тренируются. Без заезда в Олимпийскую деревню. Многие команды, например, самая мощная команда, 104 человека из 436 пока заявленных, это легкоатлеты. Вот легкоатлеты, очень интересно, будут заезжать за несколько дней группками маленькими, да? Это для акклиматизации. Только для акклиматизации. Потому что я спросил тренера Валентина Маслакова, великий наш был спринтер, в 68-м году бегал. Еще сейчас главный тренер сборной говорит, я не хочу, чтобы ребята перегорали. Очень тяжело уже в Олимпийской деревне, вы знаете. Многие приезжают, просто не наши, конечно, но многие ребята из разных стран на халяву приезжают. Они приехали выпить, погулять, пробежал, занял последнее место, на мандолине поиграл, опять погулял. С кем-то там подружился, до ночи приходит. У нас это исключено в нашей сборной по определению, потому что все приехали за медалями. Но жить тяжело в этой деревне, жутко. Я не разжил в своей жизни, это было мучение, понимаете. Кто празднует, кто плачет, кто-то собирается, кого-то отправляет домой, как не выполнившего, а сказать, какие-то нормативы. Тяжелый момент. То есть это и радость, и трагедия. Вы знаете, это очень тяжелый момент. И всегда есть группа людей, и в Олимпийском комитете, и в Министерстве спорта, которые пытаются облегчить жизнь этим спортсменам. Так называемый штаб олимпийской делегации. Вот они приглашают ребят. Они обязательно, обязательно дарят подарки чемпионам. Они читают телеграммы от первых лиц государства. Им вручают всяческие медали. И потом группа артистов, которые выступают. Знаете, вот слава богу, слава богу, этой группы, так сказать, поубавилась. Я помню, как в 1976 году мы ездили, была такая прекрасная группа. Там Лещенко, Арканов, Мартынов, Царство Небесное, Хазанов. И вот были такие великие люди. Ну, действительно, Жванецкий, по-моему. Пахмутовый, конечно, Габанрауза, которых спортсмены все очень любили. Вы понимаете, ну, может быть, свои времена, свои песни. Вот сейчас, может быть, спортсменам стоит побольше посидеть наедине со своими мыслями. Сосредоточиться. Борьба стала более жесткой и жестокой. А есть ограничения, там, скажем, нельзя смотреть телевизор? Можно. Или отбирают компьютеры тренеры, чтобы не были в сетях? Нет, никто ничего не отбирает. Потому что это же можно, вот как вы сказали, Борзову позвонили. Через сеть могут повлиять психологически. Могут, но таких запретов нет. Таких запретов нет. У команды, у многих команд, есть психологи, с ними занимаются ребята. Вот, особенно, так сказать, вот в таких видах, где требуется хороший такой жесткий настрой. Есть очень хорошие тренеры. У нас вообще золотые тренеры. Потому что многие, те, кто хотел, те уже уехали давно. Те, кто не хотел, те остался. Те остались. Какая-то новая такая поросль робко подрастает. У нас очень такие пожилые тренеры. Вот это вот тоже, понимаете, такой разрыв произошел. Потому что когда вот кто-то уехал, а на их месте не появилось воспроизводство нужно. Вот было 10 лет тихо. Ну, не знаю, Олимпийский комитет в лице вот Александра Жукова, да, сказали, что, во всяком случае, это было официально заявлено, что такого уровня финансирования спорта и подготовки никогда не было. Так ли это, да? Это так. Вот действительно, мы в этот раз по-настоящему финансировали и подготовку, и сборы, и форма, и командировочные и так далее. Кстати, я вам скажу так, цифры, они открыты, по-моему, 351 миллион рублей. Но я даже не хочу в эти цифры вдаваться. Я скажу так, что было проведено, и когда-то цифру огласили, она может быть закрытая. Ну, скажем, допустим, 6735 сборов проведено для спортсменов. Ну, это дикое количество. То есть спортсмен сидит 9 месяцев в году на всем готовом и только тренируется. Все. Этот человек, это жертвенник, это монах или монахиня. Он должен жизнь свою положить ради этих 4 лет. И я вспоминаю, вот опять вы так хорошо меня наткнули такие вспоминания, я вспоминаю, 90, по-моему, 4-й год. Лили Хаммер. Люди вообще приехали в каких-то там обносках, каких-то плохо одетые. Что-то нету. На ходу все как-то делают. Чуть, что не мазь покупают на ходу. Какие-то ужас. И я никак не мог понять, почему это. Мы вообще думали, один человек, может, вы догадаетесь, о ком я говорю, очень такой приватизатор, очень сильный по этому делу. Вот такие штучки он такие придумывал. Он вообще такую идею предложил. Вот вы говорите, что нам не дают денег. Да, да. А денег нам уже много же. Да, ну, конечно, много. Да, ну, не так много, но много. А денег нету. Может, вообще вы не поверите, пропустят Олимпиаду. Есть определенная информация о подготовке к Лондонской Олимпиаде. У нас очень много написано о том, что там усиленные меры безопасности, о том, что много волонтеров, как все это будет происходить. Вот Лондон готов к проведению Олимпиады или не готов? Лондон готов. Лондон затянул пояс, пытался сократить расходы, где можно. В частности, немножко пытался сэкономить на журналистах. Платный интернет вел. Очень суровые расценки на проживание, очень суровые. Даже в отеле там три звезды, платишь неимоверные деньги. Это туристы имеется в виду? Это туристы и аккредитованные лица. Ведь специально создаются отели, так называемые есть отели для олимпийской семьи, куда входят все, кто имеет олимпийскую карточку, олимпийскую аккредитацию. Таких людей около 20 тысяч. И они платят. Да, мы сами за себя все платим, но нам дается возможность платить. Понимаете? И платить по каким-то фиксированным ценам. Все это готово, все это сделано. Сейчас есть одна такая сложная проблема. И как раз я сегодня звонил в Лондон. И просто, знаете, я так люблю подготовиться ко всему. Я живу в отеле в центре города. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, как мы будем добираться от отеля до олимпийского стадиона и до Уэмбли? И до Уэмблдона. Я очень хочу посмотреть теннис. Перезвоните через 10 минут. Я звоню через 10 минут. Вы знаете, я навел справки. У нас были большие сомнения. Мы пускаем олимпийские линии автобусов. Так называемые Olympic lanes. Это те линии, на которые не имеет права заезжать никакой другой вид транспорта, кроме транспорта, где будет 5 колец нарисовано. Это новшество или на многих олимпийских городах? Нет, это были уже. Вот в Греции уже было такое. Было, в принципе, и в Китае. Но там, правда, не особенно соблюдалось, потому что там просто запретили всем машинам выезжать. Решили проблему очень по-своему, по-китайски, очень быстро и хорошо, очень ловко. А вот, например, в Афинах была полоса, на которой никто не смел заехать. И это уже решено. Решена проблема с транспортом. Всем участникам выдаются такие специальные ойстрос, такие карточки маленькие, и ты ездишь бесплатно. У всех участников зарезервированы специальные места на олимпийских трибунах. Ты приходишь, и резервация есть на все виды спорта, кроме одного – плавания. На плавание единственный вид спорта, самый популярный, особенно финалы вечерние, на которые тебе придется даже с агентацией брать билеты. А почему так? А потому что финалы проводятся в вечернее время, и плавание в мире, там разыграются медали на 32 классических дистанциях, плюс мужчины и женщины на открытой воде, 10 километров плывут, и того 34 медали. Вот там самый большой ажиотаж на финалы. И знаете почему? Отвечаю. Потому что есть великий человек, Майкл Фелпс, который, возможно, снова постарается где-то и как-то взять еще 5-6 золотых медалей. Ажиотаж неимоверный. Неимоверный. И нас предупредили заранее, билетов нету. Очередь, запись, и будет выдаваться. Будем смотреть. Страшно интересный будет парад открытия. Страшно интересный. И я надеюсь, что люди всех возрастов получат радость. Интересный и неожиданный. Неожиданный, да. Но вот уже известно, что будет выступать битл великий наш. Вот. И я думаю, что... Никто не сомневался, что Пол Маккартни будет... Знаете, я думаю, что жалко, что Ринго Старо не будет, но Пол Маккартни будет петь. И для этого... И ради этого уже стоит прийти вот и посмотреть, как он поет в свои там 70 с лишним. Но это будет специально какая-то олимпийская песня. Наша делегация там будет присутствовать на закрытии. Потому что мы будем уже флаг нам будет передавать из города Лондона в город, как вы поймаете, Сочи. Очень страшно интересно. Там как готовиться. Вот я вам скажу, чем я сегодня занимался с утра. Пришли аккредитации с приглашением посетить различные мероприятия. В частности, будет специально русский дом. Это очень важно. Там ты должен быть среди своих. Это всегда интересно. Будет, например, очень интересный дом Омега. Там они приглашают и рассказывают о том, как Омега хронометраж осуществляется. И плюс зовут пловцов и легкоатлетов. Потому что это самые две специальности, где именно нужны вот эти очки и секунды и все прочее. Приглашают дом Японии. Японцы страшно приглашают, потому что хотят у себя провести Олимпийские игры 2020 года. И уже сейчас зовут на презентацию этих игр. Я позвонил в центральное наше агентство. Российские. Два агентства. И Тартас. И Рея Новости. Они готовят свои сюрпризы. Я хочу очень побывать в Олимпийской деревне. Олимпийская деревня, вот как готовится, готова полностью. И уже ее посетили все люди. И даже там на какой-то из кроватей Борис, Борис, не Борис, а Борис Джонсон, мэр города Лондона, консерватор, повалялся и сказал, что ничего, можно здесь жить. Вот, понимаете, вот это все интересно очень. Вот побывать там бы, вот хватило бы на всю силу, времени, здоровье. Вот что хочется. Ну что я хочу пожелать удачу тебе, нашим олимпийцам, от лица нашей программы, от канала просвещения и от всех болельщиков, которые прильнут к экранам телевизора и будут денно и ношно болеть за нашу победу. На этом мы завершаем нашу программу. У нас в гостях был Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты. И мы говорили о предстоящей Лондонской Олимпиаде, о самом крупном международном политическом и спортивном событии. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»